Мы с вами сегодня пообщаемся на предмет того, как вообще эта пандемия и кризис ударила по украинским морякам, в частности по сертификации моряков и насколько наша власть, Министерство инфраструктуры готова к таким вызовам, что они сделали, как они реагируют и насколько это адекватно той ситуации, которая есть на сегодняшний день. На сегодняшний день есть несколько заявлений ИМО, Международной морской организации, есть несколько заявлений экспертов по поводу того, что моряки столкнулись с рядом проблем. Прежде всего это невозможность прекращения вахты, сложность прекращения вахты, попадания домой, а в Украине конкретно это невозможность продления документов и сертификатов моряков. Соответственно, многие службы на сегодняшний день, которые должны были работать и продлевать эти документы, нерабочие. Насколько действия Министерства инфраструктуры и чиновников, они позволяют эти все вещи решить? Наверное, никто был, честно говоря, в стране этой не готов. Вот вопрос, может, стоит обсудить в ракурсе, что ими делается на сегодняшний момент. Да, если честно, да. Ну, давайте говорить так, что действия, которые предприняло Министерство, но я бы не сказал совершенно квалифицированными, в том плане, даже вот если их взять, сравнить с мерами, которые приняты в Латвии и Литве, да, вот и беремся, да, они, по сути дела, продлили документы на период всего карантина, а не на какой-то, допустим, срок, как у нас, и установили они, допустим, на 2 месяца, да, и продлили они буквально для всех моряков той страны, чьи документы они выдавались, да, вот, допустим, у Латышей, да, а у нас делали выборку только тем людям, которые находятся, ну, на борту на сегодняшний, в море на сегодняшний, да, а те, которые находятся на берегу, ну, должны, по сути дела, волноваться, переживать. Ну, а основное здесь что, вот я, как бы, сказал, да, вот. А насколько вот этот вот момент с сертификацией тех моряков, которые остались на берегу, насколько он решаемый и на сегодняшний день, и как он решается? Ну, смотрите, просто инспекция сама по себе, инспекция по дипломированию подготовки моряков, та, которая, по сути дела, ответственна за организацию дипломирования, да, вот, подтверждение компетенции моряков, сделала объявление у себя на сайте о том, что они переходят на сдачу, на прием экзаменов в дистанционном режиме. Ну, по сути дела, чем он урегулирован? Министерство по этому поводу никаких приказов не издавало. Насколько мне известно, нет таких соответствующих распоряжений и у морской администрации, хотя она с довольно-таки ограниченными полномочиями организации в отношении инспекции, потому как в положении об инспекции определено, что она находится в сфере управления министерством. То бишь, есть два центральных органов исполнительных власти, которые ничего об этом не знают, но инспекция на сайте размещает, что они проводят прием экзаменов в дистанционном режиме. Хорошо. Но нормами конвенции и того же приказа, порядок работы ГКК, утвержденного приказом Минтранса номер 377, определено, что моряк должен во время подтверждения своей компетентности демонстрировать навыки. Как они это будут делать в дистанционном режиме, это должны быть нормы, они должны быть регулированы как-то, да, каким-то нагрузкино-распорядительным документом. Ничего этого не происходит. Но я давно говорил о том, что дипломирование в Украине на сегодняшний день, оно превращено, по сути дела, только лишь в зарабатывание денег на этих, на моряках, на людях. То есть сейчас эта практика продолжается? То есть выдаются какие-то немалопонятные документы, распоряжения, которые направлены на то, чтобы сохранить это, как это, зарабатывание? Ну, это потоки, по сути дела, его надо... Ну да, можно назвать своими именами. Вне зависимости было миллион. Все надеялись, что придет новый министр, придет новая власть, все это остановится. И, по сути дела, был форум проведен 13 августа 2019 года, да, там, по сути дела, при участии многих, ну, в морской общественности было много людей, железнодорожного транспорта. И там присутствовал еще тогда, на тот момент, недействующий министр, был, ну, народный депутат, крикли, и где ему буквально все эти вопросы обозначили, проблемные. Да, и что, ну, что происходит? Я именно, ну, давал определенный доклад по состоянию предипломирования. Да, там, по сути дела, был еще Иван Якик, он тоже дал свои комментарии в вопросах подготовки моряков. Да, но, ровным счетом, ничего не поменялось, да, все то, что происходило, происходит сейчас в более вульгарной форме, да, подготовку, чтобы вкратце обрисовать ситуацию, для того, чтобы моряку получить профессиональный документ, ему надо подтвердить в Украине стаж пламания, да, пройти необходимые подготовки, пройти тестирование, сдать экзамен. И, по сути дела, на каждой пеньке вот этого всего процесса, долгого, зарегулированного, я считаю, да, ему надо платить. Хотя нормы конвенции содержат нормы, где, вот, допустим, и поляки их так используют, да, что если человек находится на борту судна и последние пять лет работал, и из этих пяти лет, 12 месяцев, ну, проработал на борту судно, то все проходит в автоматическом режиме. Он показывает этот стаж плавания, и ему ничего больше не надо делать. Может быть, он дослушает определенный курс по подготовкам. У нас же все, ну, архиза, по сути дела, зарегулировано. И вот вы в режиме вот этого карантина, в котором живет сейчас, окунулась наша страна. Ну, сам Бог велел сделать. Привезите, пожалуйста, дипломирование для подтверждения компетентности в соответствии с нормой конвенции. Уйдите от этого ненужного экзамена, уйдите от ненужного тестирования. Ведь, ну, никому уже не секрет, я, по сути дела, я и говорю, как человек, который находился в этой системе. Находился я с 13-го года, ну, с двумя увольнениями по 18-й. И там все направлено на зарабатывание денег. Меняются политические верхушки, меняются, по сути дела, руководители правоохранительных органов. Но тема эта, да, превратившаяся сейчас в схему по зарабатыванию денег, она живет. И она приносит людям деньги. И вот, я считаю, это максимум цинизма. Произошло то, что это письмо Криклия, которое он адресовал в часть центров. Мы сейчас говорим про письмо, которое вы опубликовали буквально вчера. Письмо для тренировочных центров. Если можно, напомните вкратце его содержание тем, кто его не читал. Ну, в этом письме господин Криклий, ссылаясь на меры, предпринятые кабинетом министром в соответствии с коронавирусом, дался в толкование, по сути дела, закона об образовании, чего он не имел право делать. Также он сослался на нормы криминального уголовного кодекса, да, тоже, которые, по сути дела, ну, не его, это полномочия. И, по сути дела, говорю, что образовательные процессы должны быть остановлены на период коронавируса. Да, это тоже не его предел. Но в самом последнем абзаце он берет и, обращаясь к тренажерным центрам, что подготовку надо проводить в способ, который определен законодательством. Вроде бы фраза такая, ни к чему не обязывающая, да, но она, кто как захочет, тот так и прочтет. Да, вот, допустим, я это увидел, что человек дал отмашку для работы этим тренажерным центром. Потому что, если станут тренажерные центры, то моряк просто не сможет выходить на заседание Государственной комиссии по подтверждению компетентности. Потому что одним из обязательных условий выхода на комиссию, да, это есть предоставление сертификата о прохождении подготовок в этих тренажерных центрах. И вот когда крикли, по сути дела, превышая свои полномочия, ну, толкуют законы, и когда дошел до основного, да, вроде бы должен был сказать, что это нельзя делать, он этого не говорит. Он говорит, делай это в способ, определенный законодательными, нормативными актами. Ну, по сути дела, вместе с этим, я же как бы до этого говорил, да, инспекция не остановила работу. Комиссии работают в каком-то непонятном, ну, законном, неурегулированном режиме дистанционном. И для того, чтобы комиссии получали людей, ну, имеется в виду деньги, в конце концов, да, вот, родилось вот это письмо. Это моя точка зрения, я, по сути дела, имею ее на основании много информации, ну, аналитической в том числе, что происходит, что делает этот молодой человек на должности министра, да, ну, я бы не называл его действия квалифицированными, но я, по сути дела, ему и не судья. Я просто буду говорить о действиях глубоко неквалифицированных. Олег, а вот насколько вы мониторили ситуацию, вот эти центры, которые получили это письмо, они как-то поменялись режимы их работы, или вот какие-то выводы они сделали, или, ну, что-то изменилось? Ну, по сути дела, я могу сказать, что сегодня еще появилось другое письмо, но только не в адрес этих 17 центров и не от министра Криклия. Оно, это письмо, если будет необходимо, я его размечу, я вам предоставлю, да, оно пришло от морской администрации, в адрес буквально всех центров, которые находятся в Украине и занимаются подготовкой моряков, с просьбой предоставить информацию о количестве выданных сертификатов там по направлениям конвенции, да, вот, по сути дела, люди начинают мониторить ситуацию, какой центр, сколько документов выдал. Ну, это, по сути дела, ну, нормальная, наверное, ситуация, но подходы разные, понимаете, да, там всем, у Криклия избранным, и, как вам сказать, я бы, допустим, в данном случае принимал меры, а не занимался вот такими вот мониторингами ситуации. Возьмите, поднимите вопросы, да, что можно сделать, упростить максимально это продление документов, и, ну, по сути дела, в стране, форс-мажор, какие экзамены. Хорошо, если сейчас вот подвести итог, ваша рекомендация по поводу этих мер, которые можно было бы сделать, отменить экзамены раз по стажу моряка, отменить вот эти комиссии, что еще? Ну, смотрите, ну, есть же, по сути дела, рекомендация ИИМа в том, чтобы продлевались автоматические документы моряков на период карантина. Почему мы их ограничиваем у себя в стране только в отношении моряков, которые находятся на борту? Мы даже не знаем, сколько их находится, да, у министерства нет такой статистики. Кому там продлевать? Ну, это, никто это не мониторит. Если продлевать, надо продлевать буквально всем, включая тех людей, которые находятся сейчас в стране. Потом, кому необходимость существует работать, да, давайте уже приводить, ну, наше дипломирование от излишне зарегулированной системы в простую, причем в соответствующую конвенцию, а именно брать и подтверждать компетентность, подтверждать дипломы всего лишь стажем. Пусть моряк предоставит стаж, что он работал в последние 5 лет, в течение этих 5 лет, 12 месяцев на борту судна, и вдавать это может, там есть норма конвенции такая. Насколько сложно это сделать? Это, по сути дела, я не думаю, это сложно, это, причем это не надо делать на уровне... То есть это уровень каких-то нормативных документов внутренних, да? Министерских причин. Я понял. Олег, вопрос еще такой. Ну, вы в последнее время в отрасли известны как источник информации, в том числе по поводу, там, исключения Украины из списков ИМО по невыполнению конвенции ПДНВ. Есть еще какая-то дополнительная информация по этому вопросу? Письмо, которое вы публиковали, по-моему, месяц назад, которое наделало много шума по поводу того, что Украина там пропустила сроки и так далее. Какие-то мероприятия проводились на сегодняшний день или вот в связи с кризисом все это ушло пока в долгий ящик? Не, ну, по сути дела, по тому случаю сразу было прореагировано Министерство инфраструктуры. Они обратились, поставили какой-то отчет. Мне только непонятно, почему они держат это все в таком секрете, не дают людям, ну, по сути дела, давайте так вот проанализируем. В Министерстве специалистов практически не осталось. Все специалисты сейчас, у них полиция, но они в них не удел. И если, многих я знаю, которые находятся там недалеко в Киеве, они с удовольствием придут и помогут, потому что это было делом их всей жизни, и они оказались не удел. Их вот время от времени используют, когда вот проходил аудит Эмса, да, человека приглашали, он отработал, помог, поделился знаниями, ну, все свое лучшее отдал, ну, взяли, забыли. Это я, ну, знаю, потому что я рекомендовал этому голодщику, у которого вчера были вопросы, да, определенные, да, ну, нельзя так со специалистами, ну, потому что они набирают свой опыт годами, и то, что сейчас делает министр, ну, я не считаю, что это умные вещи, он делает. Ну, вот этот кризис с этим, ну, с подачей документов, он уже прошел или еще там что-то нам угрожает? Ну, а там идет, как, перестроение системы, мы помним, да, что всех массово загоняли подавать документы всех моряков на море сервис, на вот эту вот прокладку государственную, да, на сегодняшний момент даже это пропало с сайта этого море сервиса возможность подачи документов, там уже нет ни очередей, ничего, все это сейчас вернули в инспекцию, да, это не есть административной услугой, которой должна заниматься морская администрация, она не в перечне, утвержденном Кабмина, сейчас всем этим занимается на сегодня инспекция. Как занимается? Ну, принцип понятен, да, ну, по сути дела, я общаюсь с моряками, если человек не заплазил денег, да, за то, что должен успешно сдать, и подал документы не от своего удобного центра, ему нет шансов сдать экзамен. У меня есть факты, если надо, я могу называть фамилии, могу не называть, если возникнет необходимость, я ее с удовольствием поделюсь. Когда председатель комиссии, сам моряк, да, вот, ну, человек отвечал должным образом, но предоставил документы не этого центра, он ему поставил, ну, комиссия поставила, подтвердили компетентность, да, после этого этого человека отстранили, не работала комиссия, в Мариуполь начали приезжать люди с Херсона, и были предупреждены, что вы, по сути, комиссию мы остановим в Мариуполе, если вы не будете выполнять эти вопросы. Мне после этого звонили многие члены комиссии, потому что я там работал в Мариуполе пять лет, и я их, по сути дела, говорю, ну, куда деваться, понимаете, это, вы сейчас там на, как вот, на передовой, вам тяжелее, вы там сами поступайте по совести, по уму, но если вы не будете принимать условий, ну, взвестишь, все, да, это остановится на восточном направлении Украины, дипломирование как таковое. И вот, ну, процветает это все, сидят постановники, получают деньги. В Одессе это возможно вообще без присутствия сдавать, ну, я делюсь информацией. На сегодняшний день порядок цифр какой-то вам известен? Ну, допустим, первое присвоение в Мариуполе на штурмана, да, или такое-то, 2000 долларов. Ну, это первое. И не комсостав еще, да, он работал там мотористом, или мотористом, или матросом, это первое присвоение на 2000 долларов. Потом идет, ну, вот, с капитаном, оно все идет выше, 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 ну, все, ну, как, понимаете, понимаешь, какая ситуация, этот посредник должен отдать определенную сумму организатору этого бизнеса, да, и вот посредник видит свои интересы, да, и вот он хочет, чтобы у него больше осталось. Они физиономисты, психологи, смотрят, ну, кого можно больше взять. Есть люди, которые, допустим, работают на хороших судах, хорошая зарплата, и они даже, вот, я дам денег, ну, лишь бы не ходить и забыть это, как страшный сон. Моряк у нас в стране, честно говоря, вот, позиции правоохранительных органов приучен к этой системе, потому что, как бы там ни менялись наши власть, мы можем ругать Криклияна, да, можем ругать Амеляна, можем ругать следующего министра, но на данном этапе правоохранительная система полностью бездействует. Олег, а вот, если не ошибаюсь, в августе вы называли Лавренюка отцом коррупции в этой сфере. Сейчас, вот, насколько за время работы Криклия поменялась вот эта вот структура чиновников и посредников, и, ну, насколько, как бы, это уже на сегодняшний день все еще Лавренюк, или это уже вот другое немножко, другие люди, другие там, скажем так, кабинеты, или все осталось вот как было? Ну, мы сейчас будем говорить в рамках министерства, да. Мы сейчас говорим про ваше мнение исключительно как человека, который там, ну, вот смотрит на это все там со стороны, как-то так, ну, то есть там изменятся ли ставки, изменились ли тарифы, насколько эти посредники изменились, или вот, ну, система как работала, так и работает. Ну, схема работает, да, она, по сути дела, ну, преобразовалась, да, она стала более, так, допустим, более тотальной, да, и более жесткой к тем членам комиссии, которые не хотят работать, да, там нет такого подхода, знает человек, и он, ну, сдает сам по себе. Платить должны буквально все, вот буквально все. Такого раньше не было. Даже при Лавренюке, ну, это был период становления, да, почему его так и называли. Сейчас, по сути дела, когда находится Крикли, система уже отточена, отлажена, и уже моряк более приучен, да, тогда еще были определенные возмущения. Лавренюк вдавался к определенным вещам, так как закрывал там Измаил, закрывал Мариуполь, работал только Одесса, где были полностью подконтрольные члены комиссии, тогда был ответственный за филиал Кудлинский, его сейчас опять достали, его сейчас новый глава морской администрации привлекает к себе на работу, поэтому схемы не прекращаются и тенденции к тому, что они прекратятся, я по крайней мере не вижу. Как это будет работать и насколько это соответствует каким-то международным документам, конвенциям и так далее. Ваше мнение по поводу этой идеи, насколько ее реально сделать в рамках действующего нормативного поля? Ну смотрите, я все-таки сторонник, ну и зядец, наверное, правильно поступил, есть кодекс торгового мореплава, да, полномочия выдавать документы, да, ну, остались у капитана Порта, их никто не менял. Если это будет делать капитан Порта через ЦНАП, да, то есть закон про административные услуги, в которых предусмотрено, что эта административная услуга должна быть утверждена кабинетом министров, да, потом, если она утверждена кабинетом министра, то орган, который, ну, этот документ выдает, должен разработать технологическую, да, и информационную карточки, и когда это все будет готово, то они дают это в ЦНАП, и работник ЦНАПа это получает, но здесь надо видеть основное, это капитан Порта. А у нас, ну, по моему глубокому убеждению, да, у нас их и нет. Это не те люди, которые сейчас сидят, они незаконно назначены, да, они не соответствуют, не позвали. Мы говорим о том, что все еще два капитана сидят в Порту на сегодняшний день, как минимум. Нет, они перевернули систему, да, второго капитана Порта нет, но законно назначенный капитаном Порту в нашей стране на сегодня нет. Спасибо. Вам что-то еще, может, добавить хотите? Я не знаю, если добавить, о чем, по сути дела, ну, мы идем к краху, да, вот я, по сути дела, смотрю, это, ну, нельзя, по сути дела, так, ну, поступать. Во-первых, ни со специалистами, ни с людьми. Понимаете, будем ругать правоохранителей, но они, ну, будем ругать министров, политиков. Ну, у нас нет государственного подхода к этой сфере, да, к морской сфере, он отсутствует. У нас люди, моряки стали объектом наживы, и к ним относятся просто как к деньгам. Вот пришел, это не человек пришел, это человек, к которому они получат деньги. Это на стопочках. Да, это стопочка, и это знают люди, понимаете, вот нельзя говорить, что там не знал, они эту систему приемлют, вот этот криклик, он это все знает. Нельзя говорить, что он там, ну, далекий такой космонавт, он приземленный человек, он может рассуждать, он это знает, но он или ничего не может сделать. Я хочу добавить следующее, да, вот у меня была возможность донести это все Амеляну, да, по сути дела была тогда такая, я это ему все донес, да, по сути дела. Но потом через третьих лиц, да, Амелян, надо дать ему должное, сказал, что он ничего в министерстве сам не решает. И вот сам факт нахождения в министерстве бывших сотрудников правоохранительных органов, или бывшие, они называются офицеры, ну, АДРщики, так называемые, если они из службы. То есть весь отдел аудита, это бывший министерство инфраструктуры, это бывшие работники правоохранительных органов, они выполняют свою, по сути дела, задачу, да. И министр это, ну, как фигурка политическая, вот мы его ругаем, этого криклия, а он может быть так же, как Амелян, просто не волен поступать по-другому. Если он будет делать что-то по-другому, его оттуда уберут. Это тоже надо просто учитывать. Но то, что он бездеятельный, да, ну, зачем ты туда шел? Если ты все-таки волнуешься за эту страну, в которой тебя родила, в которой ты получил образование, да, ну, почему же ты к ней относишься к жителям этой страны так, да, и, ну, возьми, прояви мужской характер, возьми, поставь точки над «и» или уйди оттуда, да, или все-таки приводи деятельность министерства именно на государственный уровень, а не на уровень вот этих колуарных, ну, политических зарабатываний денег. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы еще с вами пообщаемся на другие темы в ближайшее время. Спасибо вам огромное. До свидания. И вам всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok